Баскетбольный матч между Самарой и столичным ЦСКА в Суперлиге начался как обычно. Горожане всей команды устремились в атаку. Помогал забивать мячи и сам набирал очки новичок Александр Винник. В итоге общими усилиями Самара выиграла первую четверть 18-16. Коллектив хороший, дружный, ребята помогали, поэтому так и получилось. Все, мне кажется, старались помочь мне войти в игру, поэтому так хорошо, наверное, и сыграл. Во второй четверти второй состав армейцев попытался реализовать все свои домашние игровые схемы, чтобы вырваться вперед. Им это удалось, но недодолго. Концовка периода осталась за самарцами и ничья в четверти. 22-22. Самара, ну, как бы, им нужно раскататься, почувствовать игру. Они первую половину всегда немножко вяло, притираются, а потом уже показывают свой настоящий уровень, высокий, спокойный, уверенный, поэтому и так все получилось. А мы, ну, просто немножко рассыпались из-за какого-то, ну, не понимали вообще. После большого перерыва Самара вышла побеждать, позволив армейцам за 7 минут набрать всего лишь 2 очка. Зато сами грузили мячи в корзину один за другим и оторвались на 14 очков. Итог третьей четверти 60-46 в пользу Самары. Самара традиционно, у меня есть ощущение, что в третьей четверти играет немножко более активно, более нагло, скажем так. Команда чувствует себя уверенно, достаточно опытных игроков, все чувствуют уверенность, что в любой момент могут прибавить. К сожалению, так получилось, нам нечем было ответить в третьей четверти. Мы не были исключением, многие команды тоже в третьей четверти проигрывали. Четвертая четверть прошла в равной борьбе по счету. Но на деле Самара уверенно контролировала ход матча. Продолжал радовать болельщиков голами на любой вкус новичок Александр Винник. Партнеры нашли Винника, заиграли достаточно эффектно и эффективно сыграли. Самое главное – выиграть. Конечно, мы рассчитываем на его габариты, на его подвижность, на подборы как в защите, так и в нападении. И работа именно черновая. Ну и хорошо, конечно, если он будет также набирать очки. Гости, хотя и боролись до самой сирены, но перехватить инициативу уже не могли. 82-69 – очередная уверенная победа Самары и первое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч горожане проведут в пятницу 31 января в МТЛ-арене в 8 вечера. Соперник – купол «Родники» из Ижевска. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.